Мечтаешь о четырех колесах? Готовься к повышенной ответственности. В этом году, уже начиная с подготовки к обучению в автошколе, курсантов ждут изменения. Они коснутся процедуры получения медицинской справки. С 2021 года, если врач-психиатр на этапе общения выявит не менее трех признаков, указывающих на то, что водитель может злоупотреблять наркотиками или алкоголем, сможет направить на экспресс-тестирование. Именно оно и поставит финальную точку. Годен? Или нет? Также пресечь вождение в нетрезвом виде предложено с помощью ужесточения штрафа. Если водитель управляет машиной в состоянии алкогольного опьянения с ребенком в салоне, ему грозит штраф до 50 тысяч рублей и лишение прав сроком от двух до трех лет. Нужно вообще ужесточать, я считаю, законодательство отношения нетрезвых водителей. Это очень опасно для окружающих. Еще строже побольше людей сажать. Кроме того, в столице предложено сразу в 10 раз ужесточить наказание для ночных шумахеров. Водителям, которые ездят с громкой музыкой в поздние часы, грозит штраф до 5 тысяч рублей. Примут ли изменения по всей стране, пока неизвестно. Конечно, надо пресекать, если уж очень громко кто-то мешает или что-то ездит. Но если не очень громко, то я считаю, можно обойтись какими-то... Если бы милиции дали это, так сказать, возможность регулировать это положение, я думаю, так правильнее было бы. У нас народ получает не больше 20 тысяч зарплаты, поэтому 10 тысяч штраф для нашего Ульяновска, для бедного города, я думаю, это много, дорого для нас. Придется раскошелиться из-за получения полиса ОСАГО. А с 9 января текущего года вступает в силу изменения в систему расчета. Для легковых автомобилей, физических лиц, тарифный коридор расширен на 10% в обе стороны и теперь находится в диапазоне от 2 до 6 тысяч рублей. Для автобусов и троллейбусов расширение составило почти 5%, а для такси сразу 30. Это от 2 до 13 тысяч. Ну, я думаю, что это не стоит делать. Мы не готовы на такие суммы. Вот, если тем более машины там досталось 1,7, вообще нужно освобождать. Плюс наши дороги способствуют совершению ДТП. Вот, должны быть лучше. Уже к лету этого года штрафы водителям будут выписывать пешеходы. Президент России Владимир Путин своим указом дал новую жизнь федеральному приложению для фиксации нарушений ПДД обычным гражданам. Теперь фотография от обычного прохожего может обернуться для автовладельца штрафом. Предполагается, что уже с июня этого года заработает народный инспектор. Приложение, в котором можно будет фиксировать нарушения. К примеру, такие, как стоянка и парковка в запрещенном месте. А еще езда по обочине, стоянка на детских площадках и газонах, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения. Участвовать в фиксации нарушений сможет любой гражданин, зарегистрированный на сайте госуслуг и прошедший верификацию. Кроме того, летом субъекты должны получить право самостоятельно рассматривать факты нарушений с автоматических дорожных камер и выносить административные постановления без участия сотрудников ГИБДД. По мнению экспертов, материалов для обработки будет только больше, а значит возрастет и количество штрафов. Согласно федеральной программе, безопасные и качественные дороги количество камер планируют увеличить. А перспектива запуска народного инспектора удвоит поток нарушений, которые станут фиксировать граждане. А если у вас все же остались неоплаченные штрафы, к концу года судебные приставы спишут долг автоматически. Такой законопроект уже подписан президентом и вступил в силу в конце декабря 2021 года.